Здравствуйте, уважаемые магистранты по дисциплине экономическая безопасность фирмы. Следующая, пятая тема – защита экономических интересов и охрана коммерческой тайны. Цель лекции – рассмотрение экономических интересов и механизмов защиты коммерческой тайны. План лекции. Первый – интересы и экономическая безопасность. Второй – виды системы и классификации интересов. Третий – коммерческая тайна. Четвертый – рычаги и методы защиты от недобросовестной конкуренции. Из понимания экономической безопасности предприятий как меры гармонизации интересов предприятий с интересами, связанных с ним субъектов внешней среды, следует, что в исследовании нуждаются содержание базового понятия экономической безопасности. Понятие интересы предприятия, а также ограничено связанного с ним критерия соблюдения интересов предприятий. Исходя из значения слова «интерес», определяемого как польза, выгода, прибыль, представляется возможным рассматривать интересы предприятия как его воздействие с субъектами внешней среды, осуществляемой постоянно и в течение определенного промежутка времени, принудительно или по выбору предприятия, результаты которого обеспечивают получение прибыли. Разнообразие и мобильность интересов предприятий обуславливают необходимость их систематизации по ряду признаков и упорядочения на основе этой систематизации, что позволит четко их формулировать, организовать их мониторинг, контролировать уровень соблюдений, сформировать систему приоритетных интересов предприятий и определить меры по их защите. Интересы предприятий целесообразно упорядочить по таким признакам, как вид интересов, их природа, степень значимости интересов, распределение интересов предприятий во времени, локализация интересов предприятия. По виду интересов представляется возможным выделить экономические, социально-политические и экологические интересы. Экономические интересы предприятий обусловлены прежде всего его позицией на рынке и состоянием конкурентоспособности его товаров. Социальные интересы предприятий связаны с процессами расширенного воспроизводства рабочей силы. Наличие политических интересов у предприятий обусловлено тем, что на их деятельность оказывает влияние и политическая ситуация, складывающаяся в стране или регионе. Появление экологических интересов предприятий обусловлено рядом предпосылок, среди которых целесообразно выделить социальные, экономические и духовные. По своей природе интересы предприятий могут быть естественными и принудительными. Естественные интересы предприятий представлены в его взаимодействии с субъектами внешней среды, обусловленными потребностями процесса производства и реализации продукции, расширенного воспроизводства капитала и рабочей силы. Эти потребности удовлетворяются в ходе воздействия с такими субъектами внешней среды, как потребители продукции, поставщики материальных ресурсов, средства воспроизводства и капитала. Принудительность интересов предприятий обусловлена тем, что воздействие предприятий с субъектом внешней среды носит вынужденный характер, обоснованный либо на использовании административных методов управления, либо на безальтернативности действий предприятия. То есть первое предписание антимонопольного органа, это предписание представляет собой правообразующий юридический факт, является обязательным для исполнения письменным требования антимонопольного органа. Он направлен на возникновение изменений или прекращение противотношений в сфере применения антимонопольного законодательства и защиту прав предпринимателей. С помощью предписаний выполняются задачи и реализуются функции антимонопольного ведомства. Основанием для рассмотрения дел в антимонопольных органах могут являться представления прокурора, либо заявления коммерческих или некоммерческих организаций, региональных органов, исполнительной власти органов, местного самоуправления. Заявления, содержащие сведения о конкретных действиях хозяйствующих субъектов, подаются в антимонопольный орган с приложением документов, свидетельствующих о фактах недобросовестной конкуренции. Благодарю за внимание.